Сегодня население Кузнецка почти 90 тысяч человек. Более 11 тысяч из них это дети, школьники и воспитанники детских садов. В последнее время во многих регионах страны остро ощущается дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. В Кузнецке эта проблема успешно решается. Только в 2011-м на базе действующих детских садов было открыто несколько дополнительных групп за счет средств городского бюджета. Ведется реконструкция еще одного детского сада. В рамках модернизации системы образования не остается без внимания школа. В этом году из местной казны на ремонт образовательных учреждений было выделено около 30 миллионов рублей. Школьные кабинеты оснащены новыми интерактивными комплексами. Благодаря федеральным и региональным программам современное оборудование появляется и в учреждениях здравоохранения Кузнецка. За последние два года установлено рентгенологическое эндоскопическое лабораторное оборудование на общую сумму почти 143 миллиона рублей. В бюджете города определены денежные средства в размере 3,5 миллионов на ремонт кабинетов. На условиях софинансирования ведется реконструкция поликлиник инфекционного корпуса детской больницы родильного дома. Кроме этого осуществляется строительство теплого перехода от роддома к детской больнице. Такой масштабной реконструкции в Кузнецке не было несколько десятилетий. На сегодня завершены работы по ремонту трех офисов врачей общей практики и филиалов детской поликлиники в Южном и Западном микрорайонах. Но главной проблемой системы здравоохранения Кузнецка является дефицит врачебных кадров. Сегодня вопрос успешно решается путем привлечения специалистов из других регионов. Только в этом году в город прибыло 16 врачей. Одним из действенных методов закрепления медицинских кадров является обеспечение их жильем. Буквально через неделю ключи от новых служебных квартир получат 8 докторов. На приобретение этого жилья было потрачено 8 миллионов бюджетных средств. Еще более 30 миллионов благодаря региональной программе будет вложено в строительство 25-квартирного дома для врачей. Его сдача в эксплуатацию запланирована на май 2012-го. Новое жилье в начале декабря уже этого года получат граждане, имеющие статус сирот. 80-квартирный дом уже готов принять новоселов. Удобство и комфорт каждого жителя зависят не только от наличия жилья, но и от качества предоставляемых коммунальных услуг. Проблема чистой воды для кузнечан острая актуальна в последние годы. В 2011-м городской властью был проведен целый комплекс мероприятий. С апреля запущен в эксплуатацию новый водовод, соединяющий Южный водозабор с сетями западного микрорайона. Завершены работы по бурению двух артезианских скважин на Южном водозаборе и проведен капитальный ремонт скважин на Восьмом водозаборе. До конца года будет построена еще одна скважина, что позволит увеличить объем подаваемой воды и значительно улучшить ее качество. А что помогает улучшить качество жизни горожан, стабильная работа и достойная заработная плата. Кузнецк был всегда ремесленным городом, поэтому основу экономики составляет малый и средний бизнес. В нем сегодня занято 47% трудоспособного населения. Сейчас в городе успешно работают такие производственные предприятия, как Роботекс, на котором изготавливают качественную детскую обувь. Предприятие Органика здесь выпускают поролон. Общество с ограниченной ответственностью Мета Кузнецк, имеющее серьезные перспективы на дальнейшее развитие. Предприятие «Союз РТ». В этом году объем привлеченных в малый и средний бизнес инвестиций составил более миллиарда рублей. Кроме того, уверенную экономическую основу в нашем городе создает мебельное производство. С целью консолидации производителей мебели в Кузнецке создана Лига мебельщиков Пензенского края. Благодаря этому предприятия обретут финансовую и административную поддержку. Своё развитие в городе имеет и программа по самозанятости населения. В этом году 153 человека из числа безработных открыли своё дело и получили субсидию в размере 58 800 рублей каждый. Из них 93 зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность. Одной из точек роста малого и среднего бизнеса можно рассматривать и создание технопарка на базе административного корпуса Кузнецкого завода радиоприборов. Предполагается, что на данных площадях получат своё развитие кластеры лёгкой промышленности. Это позволит увеличить налоговые поступления в доходную часть бюджета и создать новые рабочие места, в том числе и для молодых специалистов, поскольку за ними будущее. И главная задача власти – развивать и реализовывать эти проекты, чтобы каждый житель гордился тем, что он кузнечанин. Ведь именно такие малые развивающиеся города, как Кузнецк, составляют основу регионов и России в целом. Продолжение следует...